Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эффектным стало самое первое появление призрачного гонщика в сериале. Получив невероятные силы, Робби стал мстить людям, которые совершили в своей жизни ужасные поступки. Первая серия четвертого сезона начинается с погони Гострайдера за членами банды Арийского Братства. Догнав их, Робби вместе со своим мускулкаром трансформируется и убивает преступников, а их главаря запитывает в багажник и уезжает. Далее на след ночного мстителя убийцы выходит Дэйзи Джонсон, она же Дрожь, которая и стала свидетелем первого появления призрачного гонщика. После небольшой стычки Робби Рейс превращается в гонщика и легко побеждает Дэйзи, но убивать ни в чем не повинную девушку он, конечно же, не стал. Позже гонщик узнает местоположение призраков, где спасает Фитца и сжигает духа Фредерика, обойдя его неосязаемость, после чего скрывается. Кто ты такой? Свои боевые способности Робби Рейс продемонстрировал и без участия духа мщения, когда на его брата-инвалида Гейба напала шпана. Он вовремя пришел на помощь и вместе с Дэйзи быстро разобрался с обидчиками. Убрал руки. Я просто ее похвалил. Какие-то проблемы, братан. Это был он? Нет. Это был я. Далее Робби Рейс сходится с метачеловеком Джеймсом Тейлором, у которого похожие способности. Адское пламя или огонь может вызывать нагрев предметов, к которым он прикасается, после чего они взрываются. Робби отобрал цепь, охваченную пламенем у Джеймса и после непродолжительной схватки вытаскивает на ней бессознательное тело адского пламени и передает его агентам щита, которые взяли его под стражу. Пора платить за грехи. Последним из нас умру я. В следующей сцене Робби вместе с агентами щита прибывает в тюрьму, чтобы вытащить дядю Элая. Оказавшись внутри, Робби сталкивается с двумя призраками Хьюго и Винсентом, которых без промедления сжигает. А затем он убивает Сантина Нагеру, члена банды Пятой улицы, которая когда-то напала на братьев Рейс и сделала из гейба инвалида. Далее, оказавшись запертым вместе со своим братом Гейбом в защитном модуле щита, Робби Рейс демонстрирует всю свою мочь, а заодно и показывает дух мщения брату. Сделав невозможное и вырвавшись наружу, гонщик набрасывается на директора щита, который тоже оказался не просто человеком. От избиения его спасает только просьба Гейба остановиться. Нет, я должен это видеть. Робби, прекрати! Стой! Робби! Робби, посмотри на меня! Остановись! Вскоре Робби нарвался еще на одного призрака Люси Буэр, который также сжигает своим адским пламенем. Не принимай на свой счет. Сколько невинных погибло из-за того, что вы сотворили? Я заставлю вас расплатиться за это. Следующая схватка Робби произошла с его дядей Элаем Мороу, который приобрел способность создавать материю и манипулировать ею для придания формы, в том числе и метательного оружия. Пронзенный углеродными шипами, призрачный гонщик все же сжигает заживо Мороу адским пламенем в межпространственных вратах, после чего их обоих переносит в другое измерение. Однако позже Робби возвращается. После возвращения на Землю через несколько недель, Робби сразу же отправляется на помощь агентам щита в финальной схватке против андроида Аиды, центральный процессор которой был порабощен Дарк Холдом. Уничтожив ее приспешников, гонщик не успевает расправиться с самой Аидой. Она телепортируется. Ну и заканчивает выпуск финальное сражение призрачного гонщика с Аидой. Как оказалось, Дух Мести временно заключил сделку с Коусоном, который использовал свои силы призрачного гонщика, чтобы уничтожить тело Аиды раз и навсегда, несмотря на все ее попытки противостоять ему, используя свои нечеловеческие способности. После чего Дух Мести вернулся в тело Рейса, который вместе с Дарк Холдом отправился в ад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok